здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте а сегодня мы поговорим с вами о великом празднике во первых я хочу вас всех поздравить с великим праздником рождением иисуса христа рождество сейчас многие спорят а 25 а 7 назначьте первое второе третье четвертое какое хотите исправьте праздник рождества вы знаете календари могут менять постоянно но сам факт рождения иисуса христа не поменяешь этот факт зафиксирован везде во всех абсолютно во всех священных писаниях давайте обратимся вот в библии есть такой раздел и сайя вы знаете что до нового завета библия это часть торы то есть израиль в израиле священная книга тора и вот по торе то есть поздравляю всех израильтян там где исая глава 7 стих 14 и вы прочитаете пророчество великого пророка исаи который очень мне нравится давайте прочитаем и так сам господь даст вам знамение седева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему эмануил это одно из имен иисуса христа эмануил он будет питаться молоком и медом доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе и так вот это пророчество было далеко до рождения иисуса христа это пророчество сделал исайя в торе еще книга тора то есть нового завета не было новый завет появился уже после иисуса христа теперь давайте обратимся к другой книги священного писания это кора давайте откроем и прочитаю а теперь я израильский народ уже поздравила с рождением иисуса христа я теперь хочу поздравить всех мусульман с рождением иисуса христа и мусульманин который скажет что этого не было или быть не может то это уже не мусульманин значит он никакой не верующий мусульманин переводится верующий да значит он не читал коран и не живет по коран и итак давайте прочитаем я хочу открыть суру номер 5 и открыть такое вот мне очень нравится 78 стих и прочитать проклят но это на украинской мове а я вам буду сразу переводить прокляты те которые не веруют среди сынов израиля кто не веруют устами давида и иссы и сайта иисуса сына марьян кто не верует те прокляты это так потому что они не слушались и не были и были порушена нарушителями так значит у нас есть ходатай да у нас есть ходатай что это за ходатай это иисус христос и поэтому он упомянем 25 раз в коране он упомянем несколько раз в пророчество в торе в израильской и конечно же в христианстве у нас он везде 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 вот если любые писания мира взять то везде было пророчество иисуса христа и христос пришел и так я вас еще раз всех поздравляю дорогие мои христиане дорогие мои мусульмане дорогие мои израильтяне евреи всех я вас поздравляю с великим праздником с рождением иисуса христа каким был факт его рождение сейчас мы рассмотрим как это все происходило почему никто не может отрицать потому что ну слишком много свидетелей было слишком много и зафиксировано в историческом письме писание и но никуда уже от этого не денешься просто вы знаете что он жил так как никто жить не может кто из вас обличит меня в неправде да так написано иоанна глава 8 стих 46 если мы чувствуем себя слишком праведными нам достаточно примерить подобное к себе вот я всегда божья я всегда примеряю к себе я стараюсь похоже быть на людей которые были во времена библейские я смотрю как неустанно моисей трудился как неустанно трудился давид и иисус христос посмотрите христос сказал кто из вас обличит меня в неправде то есть чтобы так задать вопрос это надо быть на сто процентов себе уверенным что ты ничего в этой жизни и что если мы чувствует по себя вот когда сильно что мы ну вот такие вот праведные я вот сразу себе задаю кто из вас обличит меня в неправде и вы знаете что это все равно что кто может обвинить меня в каком-либо грехе я уверена что тысячи голосов ответили бы и я могу потому что это правда я настолько грешный человек что тысячи голосов могут сразу же сказать я могу а вот тут а вот там даже когда что-то я рассказываю где-то как-то бывает ошибаюсь а бывает кого-то обижаю а бывает тут поэтому тысячи сразу даже вот из ста тысяч кто меня смотрит и больше тысячи сразу скажет я могу и вот вы меня там-там-там обидели или еще что-то или вот мне вашего тут тут речи не понравились и это вызвало у меня обиду или еще что-то это говорит о том что именно этот человек был настолько свят что именно этот посланец божий именно этот ходатай как никто на земле ни один и поэтому нам своим умишкой не понять истину кто же иисус христос что заявление это было внутри своего сердца и я понимаю но недостаточно слов чтобы вам объяснить поэтому я вам так объясню это мой ходатай на небе это тот кто будет свидетельствовать обо мне лично я так решила это тот который пострадал за меня на кресте это тот который пролил кровь свою на кресте за меня это тот который грехи свои взял мои грехи взял на себя это тот который болезни моей и моей семьи взял на себя. Я это явно сейчас вижу. Вот это Он, Тот, кто слышит мои молитвы. Даже самые незначительные. Это Тот, Который ходатайствует за Меня Богу. Это Мой Ходатай Иисус Христос. Кто-то себе избрал Мухаммеда, кто-то ещё. Мой Ходатай Иисус Христос. Вот только так. Я благодарна Богу за сам факт Его рождения и бытия здесь на земле, пребывания. И факт того, как нам показали, как надо жить. И как можно жить, несмотря на то, что мир переполнен грехами. И ещё самую главную заповедь, которую Он нам принёс, вы знаете эту заповедь? Это заповедь любви. Потому что, так как жили раньше по закону, уже жить было невозможно. Иначе бы всех забросали камнями и перегрызли бы всем глотки. Если бы по тем законам мы продолжали жить. И поэтому Христос просто уже на тот момент был необходим. Люди захлёпывались в грехах и в жестокости. И вот главная заповедь любви ближнего своего, как самого себя, была добавлена нам, как последний аккорд, который лишь Он может нас спасти. Больше ничто. Ничто. Убрать эту заповедь и всё. И просто всё рухнет. Убрать христианство. И кто будет принимать тогда мусульман в Европе? Убрать христианство. И кто тогда поможет? Кто будет любить ближнего своего, как самого себя? Кто? Кто? Поэтому Христос принёс нам эту ветвь, которая стала называться христианство, которая несёт... Но я имею в виду, опять-таки, только реальных христиан, да? Не номинальных. Не номинальных. Номинальные христиане, те, кто себя называет христианами, не живых, а таких, знаете, номинальные. Ну, пошёл раз в году, поставил свечку, вышел, напился доволен. То есть я не говорю про тех, кто смеётся над Богом. Нет. Абсолютно. Я о них не говорю, это понятно. Я говорю про реальных христиан. Не про тех, кто себя называют христианами, а про тех, кто живёт христианством, кто живёт верой в Бога, в единого Бога. Вот я про них говорю, да? Поэтому эта ветвь, которую породил Иисус Христос, от которого были порождены христиане, эту ветвь нужно бережно хранить. И не дай Господь её отрубить. Не дай Господь. На этом закончится всё, просто всё, что было святое. Закончится всё раз и навсегда. И те, кто рубят христианство на корню, это уже было испытано ещё во времена Союза Советских Социалистических Республик. Обрубили, и что стало? Бездна. Опустошение духовное, опустошение физическое, опустошение и просто магазинное. Скажем так, во всех смыслах, во всех смыслах было полное опустошение. Поэтому великий, воистину великий праздник – это Рождество, и ещё прекрасное – это воскрешение. Ну, о воскрешении мы ещё будем говорить. Ну, вот так вот примерно одевались и жили люди в те времена. Римский император тогда издал закон, по которому все должны были платить налоги. Ну, это и понятно. И сейчас все платят налоги. Иосиф и Мария жили в Назарете. Вот они в Назарете. Им было нужно пройти больше ста километров в Вифлеем, чтобы заплатить налоги. Представляете, вот чтобы заплатить налог, надо было больше ста километров пройти. Не было тогда машин, автобусов, ничего. Они не были бедными, они были трудяги, понимаете? Потому что Иосиф, он занимался плотничеством, а плотники – это всегда были зажиточные, нормальные люди. У них было и какое-то хозяйство, и вы видите, вот и ослик, и всё, потому что они именно на осле и поехали, взяли с собой питание, продукты, всё, собрались. И как порядочные граждане поехали платить налоги. Вы скажете, где вы это можете подтвердить? Это вы откроете Библию от Луки, в той части, где Новый Завет. От Луки, глава 2, стих с 1 по 5. И Марии было тяжело добираться до Вифлеема. У неё скоро должен был родиться ребёнок. Она была уже на 9-м месяце. Когда Иосиф и Мария добрались до Вифлеема, все комнаты были заняты. Марии и Иосифу пришлось расположиться в хлеву. Хлев – это место, где держат животных. Видно, они к вечеру пришли. Естественно, Мария очень переживала, очень нервничала. Представляете, это был очень длинный путь. Во-первых, какая тряска всю дорогу. И вот неудивительно, совсем неудивительно, что она будет вот-вот рожать, потому что была тряска. Именно так всё и происходило. Там и родила ребёнка Мария. Она завернула его в ткань, которую с собой взяла. Она ведь с собой всё взяла, что необходимо. Она понимала, что может случиться всё. Люди тогда были намного мудрее, чем мы. И почему при рождении Иисуса Христа показывают вот всегда овец, потому что рядом были овцы. Рядом они поставили ослика своего и на мягкой сене устроились. В то время люди были вообще-то очень чистоплодные, потому что чуть что сразу могло быть какое-то заболевание, которое вычищало, просто убивало городами. Поэтому люди старались. Антибиотиков не было. Аккуратно всё у них было. И даже ясли. Поэтому это неудивительно, что они в хлев пошли, когда нету места. В хлеву было достаточно убрано и аккуратно. И вот Иосиф и Мария назвали ребёнка Иисусом. Вы знаете, от Луки, если главу 2 возьмёте стих 7-21, «Ночью, когда родился Иисус, пастухи пасли своих овец в полях, неподалёку от Вифлеема. К ним пришёл ангел, и пастухи испугались. Ангел сказал, чтобы они не боялись, у него были чудесные новости». Это тот ангел, Гавриил. Помните? Он же и встречается, Гавриил, его Джабраил. Он же также и в Коране есть, везде он есть. Вот именно он. У него были чудесные новости. В Вифлееме родился Спаситель, Иисус Христос. Они найдут его лежащим в яслях. Вот так это всё было. А для них это священно. Для них это священно было. И вот они думали. Увидели это священие, видите, звезды. И пастухи пошли в Вифлеем и увидели там младенца Иисуса. Пастухи были счастливы, что увидели Спасителя. Они рассказали другим людям обо всём, что они слышали и видели. Волхвы пришли с подарками, пастухи пришли с подарками и положили подарки. Вот поэтому очень важно на Рождество как бы повторить эту историю и дарить подарки и говорить «Во славу Иисусу Христу!» «Во славу рождения!» Вот такая была история. Именно так это происходило. Поэтому для меня вот эти вот пророческие слова, которые я вам сегодня показываю, вот именно Исайя, именно из Старого Завета, это из Торы, очень важны, понимаете? «Ибо един Бог и для меня един посредник между ними». Итак, дорогие мои, верующий во Христа имеет свидетельство в себе самом. Не верующий Богу, вообще Богу, он представляется, что всё это лживо, всё это ерунда. Это первый человек, который не верующий. Он как можно не верить, если ты знаешь, что это было, это происходило. Именно так, и никак иначе. И свидетельство сиё состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь во Христе, имеющая Христа, имеет жизнь, не имеющая Христа, не имеет жизнь. Потому что вот эти грехи, которые мы собираем за всю жизнь, даже неосмысленно, они идут, они омыться ничем не могут, как только кровью Христа. Дьяволу безразлично, насколько прекрасны наши мысли об Иисусе Христе. Лишь бы мы не верили, что Он есть, лишь бы мы не принимали Его, как Спасителя. Вот это очень важно сатане. Но мы-то понимаем, что сатана знает, что Бог существует, что сам сатана ходил и пытался искушать Христа. Он-то знает, но пытается всех вокруг заставить в это. Потому что ему приготовлено адище, я так это называю, как и многим-многим-многим. Не то, что многим, а большинству. И хочется вытаскивать из этой серой массы некоторые бриллианты, которые должны понять, что мы живём не ради этой жизни здесь на Земле, а ради совсем другого, абсолютно другого. Эта жизнь здесь на Земле слишком коротка, чтобы мы ради неё жили. Но для того, чтобы вот это другое ощутить, понять, надо всё-таки знать, знать, на кого ты должен опираться в этой жизни, быть похожим и как справляться с теми или с другими нападками вражеских, так сказать, сил сатанинских, я их будем называть, их вражеские. Но вы никак от них не спасётесь, как только посредством Священного Писания, только посредством того, как руководствовал Христос в Новом Завете. Там прямо руководство по жизни. Вот туда, вот так, вот так и тогда вот так, которое он передал Павлу, которое он передал Петру, которое он Иоанну передал, Матвей он передал. И мы можем спокойно идти, возвещая всему миру, что Бог един и спасение наше возможно. Ну, это вот касательно рождения. Так что поздравляю вас всех. Всех-всех-всех поздравляю. И не забывайте, что спасение наше есть, что посредством Христа у нас есть шанс, посредством нашего ходатая, попасть именно в райское место. Но за исключением того, если вы будете, ведь и правильно всё это исполнять. А это так сложно. Это кажется, ах, как легко. Нет, нет, нет. Нападки сатанинские, они же постоянны. Они постоянны. Для верующих людей, кто верит в единого Бога, Отца Вседержителя, неба и земли, славу Ему воздадим. Для этих людей очень тяжело. На них нападки идут сатанинские. Но мы все сильны, мы все едины, и всё будет у нас замечательно. Я поздравляю вас, христиане. Я поздравляю вас, израильтяне. Я поздравляю вас, мусульмане. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Радуйтесь. Христос народы вся. Радуйтесь.